Ребят, снова предупреждение. Отложите свои бутерброды. Вот, видно, что у меня здесь, да? Классное время провел. Сиськи будут твои, Настюха. Давай еще. Мы просто наблюдатели. Держим руки при себе. У меня штаны разорвались. Что она там пишет? Вам сюда? Ну не могу, как эти санолеты? Так не могу. Алексей Дурнев, 130 тысяч подписчиков. Ребят, сегодня вторник. Я в футболке дал Джамалы, а на столе подарок. Так или иначе, это 14 выпуск. Дурнев смотрит сториз. Дядя Жора. 121 тысяча подписчиков. Дядя Жора, ведущий праздников, номер один, шоумен, юморист, комедия, организация праздников, букинг, артистов, концерты, пиар, реклама, бизнес, опиум, танцы, нахмарах. Раньше здесь было еще указано, помою вашу машину, но сейчас я почему-то этого не вижу. Привет, друзья, что-то я подумал немножко разбавить вечер понедельника. Дядя Жора переигрывает, даже когда просто у себя дома находится, не на сцене. То, что он переигрывает на сцене, это давно всем известно. Но вот это... Привет, друзья, что-то я подумал... Привет, друзья, что-то я подумал. Так люди не разговаривают, дядя Жора, ты не в дешевом ситкоме, это интернет, можешь быть просто собой. И объявляю конкурс. Традиционный в моем профиле, конкурс анекдотов. Честно говоря, хочется жениться только ради того, чтобы дядя Жора провел эту свадьбу. Чтобы там был конкурс анекдотов. А вообще, мы, конечно же, помним, как дядя Жора уже устраивал такие конкурсы у себя в Инстаграме. Мы об этом рассказывали в одном из наших выпусков. И тогда... Что он дарил? А, он дарил свои старые наушники. Ну, может, не старые, но просто у него завалялись какие-то наушники. И он дарил людям наушники за... Анекдот. Присылайте свои любимые самые смешные анекдоты. И лучший самый смешной анекдот завтра получит вот этот приз. Собаку! Это шутка, да? Ой. Вот этот. Вот этот. Идай-ка, автомобильный компрессор. Он просто заходит вот так на балкон и берет любую вещь. Да? Почему автомобильный компрессор? Ребят, мы объявляем конкурс на лучший анекдот. Человек, который выиграет этот конкурс, получит старый чехол от моего прежнего айфона. Или пульт. Или пульт от телевизора получит. Ребят, чехол и пульт. Поехали! Ладно, хотел еще капли для носа разыграть, но они мне еще нужны. Идай-ка, автомобильный компрессор за лучший анекдот. Так, ну кроме шуток, от автомобильного компрессора я бы не отказался. Значит, слушайте анекдот. Дорогая, иди посмотри, как Мороз красиво разукрасил наши окна узорами. Но здесь же твоей рукой написано «Ты жирная, б***ь». Нет, это Мороз. Дядь Жор. Я вам не только его потом расскажу, а еще и покажу. Ну не знаю, а если анекдот будет не про старую мягкую писю? Вообще избавиться от старого хлама, еще и на халяву насобирать всяких идей для своих будущих гениальных перформансов, это, конечно, в стиле нашего отечественного шоу-бизнеса. Хочу зайти красиво, смотри, сразу кто здесь. Значит, выключи в камеру. О, блин. Выключи в камеру, сказала. Не в ту гримерку, извините. А там, где Леся Никитюк и дядя Жора, там сразу искрит юмор. Это мне напоминает сценку из Лиги Смеха. Заходит как-то дядя Жора в гримерку к Лесе Никитюк, смотрим. Смотри, сразу кто здесь. Значит, выключи в камеру. О, блин. Выключи в камеру, сказала. Не в ту гримерку, извините, не в ту гримерку. Дядя Жора тоже просек эту фишку, что если после чего-нибудь не смешного, а громко и заливисто засмеяться, то людям это покажется смешным. На то мы едем, 13 выпуск. София Майборода, 48 и 3000 подписчиков, диетолог. Ребят, снова предупреждение. Отложите свои бутерброды, потому что следующая сториз, по мнению редакторской группы, может испортить вам аппетит или даже вызвать рвотный рефлекс. Считаем до пяти. Иду я такая, иду. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Господи, что? Она обкакалась? Ну, ж, диетолог. Хотя, какая разница? Ну что, ну что? То есть, похоже, она потом еще испала на этом сверху. Ребят, почему в такие моменты мне в голову приходит только наш Кирюша? Я уже как собака Павлова. Кто это сделал? Кажется, собачка смотрит на того, кто это сделал. Кто это сделал? Ты. Ну, если говорить серьезно, Саре похер вообще. Ну и стыдно должно быть блогерша, диетологу, которая не вывела собачку вовремя погулять. Собачка не может долго ждать, пока ты составишь еще одно меню с морковкой для одной из своих подопечных. Ну вот, Кирилл Скачков. Как это, мы вызвали его, что ли? 258 тысяч подписчиков. Ребят, 3-4. Не надо быть правильным, надо быть настоящим. Сижу, опустошаю, как бы, да, свои баки сейчас. Слушай, что он покакал, перейдет кушать. Баки сейчас, фиалочки все расцветут. И мы сейчас пойдем на ужин. И запомним их вновь, я везде мечтал прозраться, потому что, пи***ь, ведется кухой. В аэропортах. Ну не могу я какать в самолетах, не могу. Вот такой вот я. Вот что я не могу, так это смотреть, как Кирилл какает. Почему вы это все время мне ставите? Алексей Дурнев, 130 тысяч подписчиков. Нет, ребят, я не окончательно ебался и не буду обозревать свои собственные сторис. Но обратите внимание, всего 130 тысяч подписчиков. А все потому, что вы не подписываетесь на мою страницу. Подпишитесь на нее прямо сейчас. На ней куча классного контента, который поможет пересидеть эту унылую зиму. Игор 148. 13 тысяч подписчиков. Смотри, балдей, Игорь 148. Не обожгись. Поли сторис и избранная. Ребят, напомню, что в прошлом выпуске Игорь побил все рекорды мерзости, высморкав самую длинную соплю инстаграма. Очень глубоко сомневаюсь, что кто-то из вас может такое повторить. Вообще глубоко сомневаюсь. Надеюсь, он прислушался к нашему совету и перестал снимать всякую дичь. Дамы и господа, отмечайте, короче, меня у себя в сторизах. И каждый пятый сториз я выложу у себя в сторизах. Ну и вы на халяву попадете в интернет. Давайте погнали. Кажется, Игорь 148 хочет сломать интернет. Вы на халяву попадете в интернет. Обычно же это пи***ть как платно. А тут такая возможность. Андрей Шабанов. Шабанов.рокнролл. 47 тысяч 100 подписчиков. Генерал на просто радио, ТВ ведущий на новом, продюсер стендап-шоу. Если вы не знаете, кто такой Андрей Шабанов, а вы, скорее всего, не знаете, кто такой Андрей Шабанов, это чувак, который решил, что он стендапщик. И что он должен заниматься стендап-юмором и организовывать стендап-вечера. Поговариваю, что на этих стендап-вечерах самые скучные части, это когда микрофон берет Андрей. Я чашку кофе вот так вот, ну, 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 зубами зажал вот так вот, да? Вот эту вот чашку, вот так вот, я зубами зажал вот так. Ребят, истории Андрея Шабанова, это, как правило, что-то настолько неважное и малоинтересное, но до неприличия растянутое во времени. Он может часами рассказывать о том, как он сегодня брился, или как дела у его стендап-шоу. Но что же он расскажет нам сегодня? Вот так вот, я зубами зажал, вот так. А вот там же мало кофе было, и как бы ничего страшного. Какой-то дурак меня подрезает, я по тормозам, чашка кофе выпадает. Вот, видно, что у меня здесь, да? Классное время провел. Уморительная история! Это лицо отечественного стендап-юмора, ребят. Ну, честно признаться, эта история получилась не самой смешной, поэтому давайте на секундочку перенесемся на стендап-вечера, который организовывает Андрей, и посмотрим, чем же он там веселит своих зрителей. Я действительно Андрей Шабанов, и добро пожаловать на стендап-шоу! 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 Быть первым всегда тяжело. Ну, а быть первым в стендап-шоу, ну, не так приятно, как первым в групповом сексе. Но, друзья, у нашего первого участника сегодня стальные... ...это... ...нервы. Ну, теперь вы поняли, да? Чтооооооо, ребят! Большое спасибо Анатолий Анатольевич! 116 000 подписчиков! После того, как Анатолий Анатольевич не на шутку обиделся на нашу программу и стал во всех интервью говорить о том, что у меня мало мозгов и все такое. Я понял, как сильно обижал Анатолия Анатольевича, сравнивая его программу с Дудем. Помните, я говорил, что он дует на минималках, потом я говорил, что он Макси дует, что он украл программу у Дудя. И что он очень, на самом деле, неудачный интервьюер, вопреки названию своей программы. Я больше ничего такого говорить не буду. Ни слова о том, что Анатолич плохой интервьюер. Ни слова о том, что его программа никчемная. И ни слова о том, что он занимается не своим делом. Анатолич, вперед! Короче, вы знаете, есть группа «Время и стекло». Короче, это как бы типа такая, как игра слов, да? Типа как «Время и стекло». Это знаете, это... Вот вы часто пишете, что вам больно смотреть на этих какающих блогеров, вам больно смотреть на транссексуалов, а мне больно, когда Анатолич шутит. Это как бы типа такая, как игра слов, да? Типа как «Время и стекло». Да. Что из нас «Время и стекло»? Да, типа, а кто в вашей группе «Время и стекло»? Если вы понимаете мою боль, пишите в комментариях. Я тебя понимаю, Леша. Ладно, пожалуй, Анатоличу на сегодня хватит. Невозможно выдержать его даже 15 секунд. Не говоря уже о его острейших часовых интервью. Ребят, перестаньте давать джамалы, нажмите на паузу и поставьте этому видео «Закусенец вверх». Потому что есть прямая зависимость между количеством закусенцев и скоростью выхода следующего видео. Например, когда это видео соберет хотя бы 30 тысяч закусенцев, сразу же выйдет следующий выпуск «Дурник смотрит сториз». Ребят, Виталина Миллер, 938 подписчиков. Виталина Херсон, объемное наращивание ресниц. 2, 3, 4, 5D, цена 250. 938 подписчиков, а что происходит вообще? Ноунейм на максималках, поехали. Ахахах, чашло жирное, но Хюндай больше всего хочу. Мы уже с Бонни едим на Мальдивы. Я уже представляю, как мы садимся вместе в самолет на соседние сидения, и она... Надеюсь, подмашинка, она имеет в виду для бритья. Это усы. Хюндай внезорожный. Фа-фа делает. Очень холодно, погода ужас. Уже сегодня губки накрасила. Ну слушайте, ну как это, девочки, пожалуйста, удаляйте усы. Ребят, я даже не знаю, как комментировать, это просто ужасно. Ну и для того, чтобы хоть как-нибудь скрасить этот выпуск, дальше идет ваша любимая рубрика «Победительница по жизни». Как важно найти в жизни свой путь, свою дорогу. Встретить на ней всех людей, кого необходимо встретить, чтобы стать человеком и остаться им. Как важно не существовать, а жить. Не прожигать, а проживать. Делать кому-то счастливым, мотивировать на большее, помогать, быть полезным, уметь, отдавать. Что-то делать, чтобы оправдывать свое нахождение на этой земле. Важно уважать. Умение, верниться, желание людей любить. Не только себя, беречь, те, кто рядом. Просто мысли вслух. Почему она стоит на коленях у гостиничной кровати в этот момент? Что из того, что она описала, она сейчас делает? Важно уважать мнение границы желания людей или делать кого-то счастливым, мотивировать на большее, помогать, быть полезным. Вот это второе, да? Мисс Дашенька, я бы мог тобой любоваться, заперев тебя на замок. Но пока тебе только 20, в тебе солнце, коньяк и бок. Три вещи. Солнце, коньяк, бок. Твои зеленые бумажки летят в ее карманы. Твой черный BMW возит ее по ресторанам. Твои белые цветы разбросаны по ее хате. Ты боишься, что ей мало, и ей когда-нибудь не хватит. Но ей похуй на цветы. И в этом вся интрига. Ей не похуй на дерьмо, и ей не похуй на барыгу. Что? Почему? Почему, ребят? Елена, два ноля, семьдесят четыре. Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой. Всем приятного вечера. Пожалуйста, приблизьте ее лицо. Это как будто просто таксист сидит в маске женщины. Настя фитнес. Умная девушка целует, но не любит. Слушает, но не верит. И уходит до того, как ее оставили. Это, походу, она описала правила проститутки. Уходит до того, как ее оставили. Целует, но не любит. Слушает, но не верит. Ну да. Мне страшно оставаться дома одному. Одному со своими демонами. Андрей Петров же мужчина. Зачем ты его сюда поставил? Лично я помню Андрея из прошлого выпуска. И предпочел бы все же оставить его наедине с его демонами. И посмотреть еще немножко сториз. Эля Царская. Восемьдесят и восемь тысяч подписчиков. Эльмира Царская. На позитиве. Я смотрю в зеркало. Я так думаю, что мой старый водейник уже никому не интересен. Но если сделать ссылку, то будет совершенно другая история. Как ты думаешь? Ты же похожа на девственницу? Очень. Вот буквально в толпе. Можно выдернуть и сказать, девушка. Вы, наверное, девственница еще? Конечно, похожа. А вот так? И так? А так? А я еще как первоклассница могу смотреть шариком. Ну тут еще очень интересный вопрос. Откуда у человека дома насос для шариков? Я почему-то сомневаюсь, что она этими шариками торгует. Если вы понимаете, о чем я. Алик Вебстер. 137 тысяч подписчиков. Саня Вебстер. 50 витинки вайнев. Люблю всех. 137 тысяч подписчиков. Цікавий сториз. Короче, я не знаю, как записывать больше мотивационные, больше информационные истории. Поэтому я просто записываю то, что говорит рот. Ну спасибо, что ты это объяснил. По принципу, что говорю рот, то и записываю. Работает 90% инстаграм-блогеров. Ну и еще живет Леся Никитюк. Света-ракета. Косовская Света. 159 тысяч подписчиков. У меня штаны разорвались. Сколько радости у человека, будто бы ей сиськи подарили, а не штаны треснули. Кстати, насчет сисек. Дим, у нас будет сегодня битва ртов? Будет. Виктория Фелис. 9 123 подписчика. Фелис как стиль жизни. Ой, у нее на аватарке Фелис Фэмили. С мужем ребенка держит на руках. Сегодня 8 декабря. А значит последний день, когда принимаются видео для битвы ртов от Vixi666. Вы все помните мои навыки. Так давайте посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Ну подождите, ну это чисто физиологически. Я просто тренировалась. Блэс Йор Сол. Участвуй в конкурсе битвы ртов от Vixi666. Банан? Вот после того, что только что было, человек засунул в себе битровый шарик. Два банана. Да у нас в 11 выпуске парень засовывал три как бы. Что это, батон? Что за дичь вообще происходит? Люди засовывают в себя все. Причем у нее есть скрипка в коробке. То есть человек либо пихает себе в глотку предмета, либо играет на скрипке. А это еще что? Это какой-то просто новый вид порно. Сколько там мужчин? Сколько рук? Посмотрите. Судя по всему, девочке просто нравится засовывать себе в рот разные предметы. Ну, явно она не тянет на победительницу. Хотя, это не мой конкурс. Какого черта вообще? Мы просто наблюдатели. Держим руки при себе. Кекс Спейс, блин. 742 подписчика. Привет. Тоже решила поучаствовать в конкурсе от Викси 666. Когда она говорит тоже, мне кажется, что их сотни этих людей. Блин, Викси порвало интернет. Который называется Битвортов. Да-да. Главный приз это силиконовые сиски. Ну, ради сиски там можно постараться. Все, ты готова? Ну, ты не нашли. Я не нашли. Я не нашли. Котик, кажется, ты не совсем поняла, что происходит. Давай-ка я тебе объясню. Эти девочки хвастаются тем, что их горло настолько лишено рвотного рефлекса, что они могут засовывать предметы, похожие на член, себе очень глубоко внутрь. Таким образом, делая приятно своим мужчинам. Ты же просто запихала бутерброд за обе щеки. Теоретически. Да, ты можешь прожевать член своего парня и всю эту массу напихать за обе щеки, но не думаю, что это то, чему обучает Викси. Ты наверняка слишком буквально восприняла песню Фейса. Она жрет мой х**, как будто это бургер. Давай, давай, сиськи будут твои, Настюха. Давай еще, закрывай его. То есть, ну я такое конкретно видел на порно-сайтах. Одна девочка стоит на коленях, а другая запихивает ей что-то в рот. Ребят, на самом деле, конкурс битва ртов завершился. И сейчас мы посмотрим видео победительницы, человека, который выиграл сиськи от Викси. Виолет Балет. Ни фитнес, ни ПП, ни бьюти-блогер. Верю, что любовь спасет мир. А между прочим, наша соотечественница из Одессы, Украина. Я продолжаю участвовать в битве ртов от Викси 666. Тот случай, когда участвуешь в нем последних 10 лет. И я докажу вам, что мой рот самый лучший. Поехали. Виолетта, открывай рот. Но ты же хочешь сиськи, открывай. Что она там пишет? Вам сюда? Привет, классный. Битва ртов! Лучше, я думаю, что для суперфинала ей нужно вырвать еще все зубы. Ну, потому что зубы уже тут явно лишние. Виолетта, как твой рот себя чувствует? Расскажи, пожалуйста. Я своему парню столько этим ртом не сделала, сколько для битвы. Ртов. Ребят, знаете, в чем самый большой прикол? Оказывается, Виолетта победить-то победила, но что-то там неправильно оформила в посте. Нужно было ставить какие-то хэштеги, какие-то отметки. Ну, вы знаете, все эти инстаграм-конкурсы. Так вот, Виолетта проебала и не сделала этого. И у нее отобрали первое место. Не дали сиськи. Вы вообще представляете, она набила себе битва ртов, во рту. А победила девочка, которая засовывала себе в рот милицейский жезл. Я участвовала в себе битва ртов от милицейских жезл. На жезл. Давай. Вы помните это видео. Виолетта, премия фейл года 2018, отправляется к тебе в Одессу. Ну и напоследок. Эйр Ютьюб. Стас Давыдов, Женя Белозеров. Еще раз Стас Давыдов, за выслугу лет положено. Невероятно, но факт. Леша, дурнив, это же ты. Что? Это наша кнопка? Я не знаю. А ты завернул ее прям? Ты серьезно? Я думаю, я уже забыл, что на столе что-то лежит. Аааааа, что? Что? Вау. Ребят, большое вам спасибо. Миллион не за горами. Огромное вам спасибо за то, что лайкаете, комментируете, подписываетесь. Делаете все, чтобы продвигался и развивался наш канал. Спасибо вам. Ребят, каждый выпуск мы разыгрываем любую футболку из дурнившоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, включите этот выпуск еще раз. Найдите понравившийся вам момент. Снимите его на камеру своего телефона. Ну или сделайте захват экрана. Как кому проще? Выложите это 15-секундное видео у себя в сторис. Отметьте меня, и вы уже принимаете участие в розыгрыше любой футболки из дурнившоп. Но на этой неделе футболку получает... Дом Каминов, теперь у меня дома тепло. Это реклама магазина Дом Каминов. Они такие, знаешь, менеджмент компании. Также у нас есть еще специальный конкурс для тех, кто дает Джамалы и не знает, как пользоваться Инстаграмом. Вам нужно сделать следующее. Оставить любой комментарий под этим видео. Поставить лайк и подписаться на наш канал. На этой неделе футболку получает Дарья Лисич. За вот этот комментарий. Теперь выпуски дурнива как секс после 40 раз в месяц. Леш, ты молодой, можешь и чаще. Ребят, я-то могу. Ну вот Димка, Дарья, футболка уже едет к тебе. Ребят, огромное спасибо за то, что помогаете нам и присылаете все эти интересные сторис Диме Шибаеву, нашему редактору. Как вы знаете, он сутками не спит, не дрочит в присядку, а только то и делает, что собирает эти сторис для того, чтобы показать их мне. Спасибо вам. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова